Перевёл и озвучил Свежинцев Роман. Специально для канала Труджим. Тони, пару недель назад у тебя сменился противник. Что ты об этом думаешь? Я взбешён. Реально взбешён. Я набрал, наверное, килограмм 10 мышц перед боем с Хабибом. Очередная травма российского спортсмена. В этот раз травма ребра. И судя по инстаграму, может быть, он никогда не вернётся. Он не знает, что делать. Хабиб мелкая шпана. Я хотел повалить его на спину, побить его в его же игре и получить за это славу. Но он забрал у меня эту возможность. Ты её забрал. Фергюсон против Барбозы. И Тони выходит на Дарс. И его захват очень глубокий. Барбоза сдался. Тони Фергюсон! Вторая попытка организовать бой. Он травмирован и слетел с боя. А я здесь. UFC дали мне бой против Тони. 16 апреля. Я здесь. А где он? Тони слетел? Тогда пускай заткнётся. Потому что я выхожу на бой против Даррелла Хорчера. Хабиб это человек на задании. Он больше не хочет говорить про Тони. Судя по заявлениям на прошлой неделе, он находится в потрясающей форме и собирается доказать, что он лучший легковес в мире. Для меня это очень рискованный бой. Но я понимаю, что если я хочу получить пояс, мне придётся порвать в этой весовой любого. Хабиб против Хорчера. Этот бой могут запросто остановить. И это решение будет правильным. А вот и оно. И это конец! Не знаю, в курсе ли ты, но Тони Фергюсон написал в Твиттере, что не впечатлён твоей победой. И просит у тебя бой 29 мая. Тебе это не интересно? Моя цель — это пояс. Забудьте про Тони. Фергюсон против Ванната. И это глубокий захват Дарса Тони. Тони Фергюсон одерживает свою восьмую подряд победу в UFC. Вот так бой! В этом году я многое изменил. Из-за того, что не было боя с Хабибом. И спасибо моему сопернику за выступление. Фергюсон против Дос Аниса. Единогласным решением. Тони! Эль Кукуй! Фергюсон! Хабиб против Джонсона. Тебе придётся сдаться. Ты знаешь, бой окончен. Оу, сильные удары от Хабиба. Он сломает ему руку. И это конец! Какая демонстрация доминирования от Хабиба Нурмагомедова. Ничего не поменялось. Я играю в октагоне в ту же игру. Два человека и один рефери, который будет спасать Хабиба от меня. Третья попытка организовать бой. UFC 209. Я выжму из него все соки. Он много быкует, и я хочу его заткнуть. Я немного нервничаю. И он нервничает тоже. Я самый опасный и в октагоне, и за его пределами. Ты бы снял уже свои очки. Сними! Давай, сними очки. Дебильные очки. Тони выглядит как отсталый. Он всё время нервничает. А я уверен в себе. Я здесь ради боя в субботу. И само собой он мне не нравится. Как твоя весогонка? Дерьмово, да? Выглядишь убого. Судьям я это не оставлю. Я буду так давить на этого пацана и бить его в живот. Он попадёт мне на колено. Если нет, я его уроню и добью на полу. У него нет ни единого шанса забрать у меня эту победу. Медицинская комиссия не допустила Хабиба Нурмагомедова на бой против Тони Фергюсона. В связи с этим UFC официально заявили, что этот поединок отменён. Есть ли какая-то надежда спасти этот бой? Команда Хабиба приняла решение отправить его в один из госпиталей Лас-Вегаса. Если бы они всё сделали правильно, бой не пришлось бы спасать. Мне говорят Тони, Хабиб заболел. Это полный крах. Полный крах получать такие звонки. С меня до сих пор течёт пот. Я упорно готовился к этому бою и знаю он тоже. Это дерьмово. Этого боя хотят и фанаты, и я. Понимаете, в этом бою есть нечто, ради чего я погружаюсь с головой. Это своего рода зависимость, да. Особенно перед боем с Хабибом. И я это люблю. Бой за звание временного чемпиона. Фергюсон против Ли. И новый временный чемпион UFC в лёгком весе. Тони Фергюсон. Тони Фергюсон! Он это сделал! Тони Фергюсон становится временным чемпионом UFC в лёгком весе. Что скажешь? Это просто потрясающе! Моё время! Мой пояс! Принимайте как хотите! Хабиб против Барбозы. Хабиб! Орёл! Нур Магомедов! Если про следующий бой UFC меня спросит. Чего я хочу? Я скажу, что бой с Тони. Ведь у него уже 10 побед подряд. А у меня их 25. И за всю карьеру меня не победили. Хочу боя с Тони. Четвёртая попытка провести бой. Произойдёт ли бой Тони и Хабиба? Да. Этот бой будет. Это уже в четвёртый раз. Мы увидим этот бой или нет? Определённо. И мне плевать с какой попытки. Я всегда буду ожидать боя Тони Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов против Фергюсона. Про этот бой говорят со всех сторон. Да, ведь это один из тех боёв. Это будет безумие. Тони Фергюсон – это жёсткий мазафака. А Хабиб Нурмагомедов – он ведь уже один из самых жёстких среди всех, кто выступал. Тони временный чемпион. Но когда между нами будет бой, мы подерёмся за настоящий пояс. Это будет бой за титул. И тот, кто покажет себя более диким, получит пояс. Хабиб уничтожает противников. И его бой против Тони будет феноменален. Ведь Тони – настоящий дикарь. Его не предугадать. И сейчас он чемпион. Он временный чемпион. Я его размажу и финиширую. И заберу этот пояс. За пояс или нет, этот бой произойдёт. Мы оба слетали с боёв, а теперь бой за настоящий пояс. Ты медленный и жирный. Я рву людей на куски. Я размазываю и рву людей на куски. О, скорее бы дать тебе кулаком в лицо. Я тебя вырублю. Ради тебя же самого. Что бы вы ни говорили, Хабиб проиграет. Я устрою ему красивое поражение. Дана, чьё сейчас время? Скажи им. Время Тони, говнюки. Тони получил травму за неделю до боя. Боя не будет. Такая правда. Мой брат Али мне сказал, слушай. Тони слетел. Тони наступил на провод и к чёртовой матери порвал себе связки. Тони хочет боя, но ему не позволят, и у него заберут его временный пояс. Да, Тони упал и порвал колено на куски. Это печально. Этот бой обречён. UFC 223. Будет драка. Похоже, будет драка. Между Артёмом и Хабибом. Перевёл и озвучил Свежинцев Роман специально для канала Тру-Джим. Что за дерьмо? Ссыкуны! Хабиб, выходи! Он сошёл с ума! Бейте окна! После этого Конор Макгрегор был арестован. Я думаю, после этого отвратительного и... и подлого поступка, отношение Конора со всеми под большим вопросом. У него проблемы с Хабибом. Но это не значит, что нужно приходить в Барклэйс-центр и нападать на людей, у которых на следующий день бой. Слушай, тебе не нравится Хабиб и то, что происходит? Так с ним и дерись. Я здесь. Напиши сообщение. Назначим место. И я приду. Куда ты захочешь. Неважно. Ирландия, Нью-Йорк, Бруклин, Москва. Неважно. Только скажи, где? Хабиб против Я-Квинты в бою за звание чемпиона в лёгком весе. UFC 223. 7 апреля 2018-го. И новый неоспоримый непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Орёл Нурмагомедов. Вчера UFC мне позвонили и сказали, ты нужен. У нас к тебе разговор. Мы хотим вам кое-что показать. Бой произойдёт в октябре в Лас-Вегасе. Дамы и господа, мы это сделали. UFC 229. 6 октября 2018. Фергюсон против Пэттиса. Хабиб против Макгрегора. На стадионе Тимуба и Ларена положение сидя занимает только три человека. Пэттис принимает много жёстких ударов. Какой локоть! О боже! Левая часть лица Пэттиса вся в крови. Я не хочу говорить. Это всё. Спасибо, Джо. Какой удар от Нурмагомедова! Он попал прямо в челюсть. Тугой захват! По-прежнему неоспоримый! Хабиб Нурмагомедов! Оу, Хабиб выпрыгивает из клетки! Нет, нет, нет! Нет! Он прыгнул прямо на Дилана Даниса. А теперь в клетку запрыгнул кто-то из команды Нурмагомедова и ударил Макгрегора. Это настоящая драка! Это безумие. Вот что я тебе скажу. Если я одену на тебя пояс, все начнут кидать в октагон всякое дерьмо. Я к этому готов. Все эти люди могут пострадать. Чемпиона-то я, вы же это понимаете. Я им был и остаюсь. А два этих придурка выставили спорт в плохом свете. Люди начали кидаться мусором. Для Хабиба это будет опыт, которого он не знал всю свою карьеру. Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение об отстранении звезд UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора из-за драки после боя. Обоих отстранили на полгода. Хабибу грозили девятью месяцами, но сократят до полугода при соблюдении условий. Как по мне, принять это решение было тяжело. Но вы понимаете, это необходимо. Был официально подписан контракт на бой за звание временного чемпиона между Максом Холлоуэм и Дастином Парье. Но перед этим этот бой предлагали Тони Фергюсону. И он отказался. И категория идет дальше. У Парье была тяжелая полоса из большой череды поражений. Дастин Парье побеждает с нокаутом. Бог ты мой! Он это сделал? И это конец! И это все! Дастин Бриллиант Парье! И побеждает Дастин Парье! Хотите подраться? Хотите боя? Тогда чего вы ждете? Мужик, это кусок чемпионского титула. То, чего я хочу. И хочу объединить пояса. Тащите сюда Хабиба. И у нас будет бой. А пока чемпион я. Я думаю, Парье заслужил боя за пояс. Ведь он уже обладает поясом временного чемпиона. А я являюсь чемпионом, и нам надо подраться. Ну и... Мы над этим работаем. Фергюсон против ковбоя. Тони, ты чемпион без поражений. А теперь тебе предстоит бой не за титул. Люди сейчас думают только про Коннора. И Тирамису. У этих малышей не хватит яиц, чтобы выйти против меня. На это согласился только ковбой. Дамы и господа, бой окончен. Это решение не нравится ни Тони, ни ковбою. Но у ковбоя не открывается глаз. Доктора винить нельзя. Это решение было правильным. Ковбой! Был удар после гонга, и он попал тебе в нос. И ты решил высморкаться. Чего никогда нельзя делать, если у тебя подбит глаз. Ты прав, я боец старой закалки и должен был это знать. Тони, я знаю, это не то, как ты хотел закончить бой. Но теперь ты претендент номер один. Расскажи нам, что ты думаешь о своей победе? Пускай они просвистятся. Сразу после боя ты заявил о том, что готов дать Дональду Сирона реванш. Но твоя основная цель – это титул. Тогда нужен ли тебе этот реванш? На самом деле мне вообще плевать. Я не люблю так говорить, но пояс у меня уже есть. И я чувствую себя неоспоримым. У меня 12 побед подряд. И пояс у меня был раньше, чем у Хабиба. Да и бои за деньги меня не интересуют. Хабиб против Парье. UFC 242. Это сдача! Хабиб Нурмагомедов! 28-0! То, как он доминирует над противниками, это невероятно. Я такого не видел. Теперь бой Тони против Хабиба реален? Да. Если Тони захочет боя, тогда мы его организуем. И этот бой понятен. Самое правильное решение – это провести бой между Тони и Хабибом. Бой между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. К черту разговора про Макгрегора. Хабибу нужен Тони. Ведь именно он может оказаться настоящим испытанием. Мы с Хабибом заслужили бой. Мы обязаны попытаться сделать это в пятый раз. Он чемпион. Я был чемпионом и остаюсь. Сейчас мы занимаемся организацией этого боя. И, по правде говоря, этот бой необходим. Поэтому он будет. Тони Фергюсон, он этого правда заслуживает. Так и есть. Если говорить по-философски, то у Тони нет силы. Ведь у него нет слабости. Ой, Тони наносит жесткий удар. И это конец! Тони ведет грязные бои с локтями и коленями. И это его стиль. Он просто дерется, самовыражается за счет боя. Он истинный боец, текучий как вода. Он художник во всех аспектах боя. Он манипулирует пространством, превращая его в свои креативные победы. Божечки мои! Это конец! Победа Тони Фергюсона нокаутом! Это сенсация. Хабиб Нурмагомедов. Самый доминирующий. И брутальный боец на полу. Он гений. Боя на земле! Просто побив Тони Фергюсона, я стану величайшим легковесом всех времен. Неоспоримым и непобежденным. Нурмагомедов бросает настоящие бомбы своими локтями. И это очередная победа! Хабиб Нурмагомедов! Борьба Хабиба лучше, чем у Тони. Значит, бой окончится на земле. Жесткий удар правая от Нурмагомедова. Он проводит потрясающую череду тейкдаунов. Я вижу Хабиба как противника. Он реальный боец. Я лучше Тони в любом аспекте. Во всем. Никто не хочет оказаться в клетке со мной. Они не хотят получить с локтя. Я на них так сильно давлю, что вынуждаю их сдаваться. И этого хватает. Я его немного подержу. И лишу энергии. Я говорю про Тони Фергюсона. Они не хотят моих ударов ногами. И не хотят проверки на выносливость. Когда клетка закроется, я его размажу. Я чемпион легкого веса. Противников для меня нет. Я наношу им рассечение и рву на куски. В бою между Тони и Хабибом никто не знает, что случится. Хабиб любит контролировать противников на земле. И он их тормозит. Кто бы против него ни стоял, он окажется на земле. Но иногда предсказать исход боя невозможно. Хабиб переводит любого на землю. Затем контролирует и добивает. Хабиб творит безумие. Он бьет и показывает потрясающие навыки грэплинга. У выносливости Тони не имеется конкурентов. Она за пределами. Она идеальна. Божечки мои, это дикость! За такие бои нужно благодарить. Хабиб всегда работает по стандарту. Но то, как он это делает, эти навыки не просто отработаны. Они на голову выше, чем у всех остальных. Это все, это все, отпускай! Вот и все! Тони настолько креативен, и из-за этого он непредсказуем. Хабиб всегда переведет противника на землю. Он лучший борец в игре. Если Хабиб уронит Тони, ему придется побеспокоиться об удушениях, на которые способен Тони. Тибао конец! И бой окончен! Тони Фергюсон побеждает сабмишином! Я еще никогда не видел таких гениев сабмишинов, как Тони. Я вижу Тони как того, кто может делать сабмишины нон-стоп. Причем из положения на спине. Это моя категория. И я ее зачистил от этих куриц. Труд, время и преданность. Рождают уверенность. Можете проверить. Я дам ему ощутить мою силу и давление. А затем прикончу. Я хочу набить ему лицо. Ведь это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Два величайших бойца в мире будут показывать искусство боя. Сможет ли Тони Эль Кукуи Фергюсон создать какой-то новый вариант и одержать победу? И сможет ли Хабиб Орел Нурмагомедов навязать свою игру и остаться непобежденным? Для него это будет подарок. Не пропустите этот бой! Хабиб против Фергюсона. 18 апреля. 18 апреля.